Жителям микрорайона гидростроителей представили проект создания рекреационной зоны на берегу реки Кубань. Встреча представителей городской администрации с общественностью прошла в 52-й школе. Проект, подготовленный застройщиком ЖК «Белые паруса» на улице Гассия, предполагает в первую очередь обустройство набережной со спусками к воде, пешеходной прогулочной зоны, дополнительного озеленения, а также берегоукрепления. Как рассказали в городском департаменте архитектуры, город в этом районе теряет береговую линию, которую крайне необходимо усилить. Этим и займется застройщик нового жилищного комплекса, который возводит на прилегающей территории 4 19-этажных дома. Как отметил заместитель главы Краснодара Евгений Наумов, возобновление строительства жилищного комплекса напрямую зависит от сроков начала работ по благоустройству зеленой зоны. Застройщик изменил свою градостроительную политику с учетом принципов, изложенных главой региона. По поручению губернатора нашего края Венина Ивановича Кондратьева, четко это контролируется вице-губернатором Веника Ивановича Гриценко. Для этого создана при департаменте архитектуры края специальная комиссия. Ни одного разрешения на строительство без утвержденного проекта планировки, прошедшего комиссию, прошедшего публичные слушания, с предусмотрением по всем нормам детских и дошкольных учреждений, школ не выдаются. Вдоль берега Кубани будет оборудована благоустроенная набережная со спусками к воде, пешеходная зона, налажено уличное освещение. Что касается территории, там появятся детские и спортивные площадки. Замечания по новому проекту высказали местные жители. Некоторые из них опасаются, что рекреационная зона привлечет отдыхающих со всех районов города. По словам главного архитектора Игоря Мазурка, предложение граждан учтут на публичных слушаниях по благоустройству этой части микрорайона, а затем внесут в проект нового генплана, который, кстати, тоже будет вынесен на обсуждение горожан. Вопросы из зала касались не только строительства новой рекреационной зоны вдоль берега, но и возведения новых социальных объектов. Густонаселенный микрорайон нуждается в школах, детских садах и поликлиниках. И это требование уже учтено в проекте нового генплана. Предусмотрено строительство не только образовательных учреждений, но и новой автодороги, которая свяжет гидрострой с остальными районами города. Мы уже публиковали несколько раз схему размещения объектов соцкульпыта. У нас по планам развития мы 76 площадок предусмотрели для школ и 264 площадки для детских садов. Мы запланировали эти площадки. Мы сейчас сделали все, чтобы эти площадки остались и не были застроенными. Строительство этих и других социальных объектов будет обсуждаться в ходе публичных слушаний, подчеркнул Игорь Мазурок. Напомню, микрорайон гидростроители начали застраивать в начале 70-х годов прошлого века. С тех пор он считается одним из самых зеленых районов города.